МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Готовились к матчу, посмотрели последнюю игру «Локомотива» с «Адмиралом». Ждали такой игры, потому что действительно «Локомотив» просто смял «Адмирал». Поэтому с первых секунд нужно было в защите цепко сыграть. Хотя готовились, но немножко начало было скомпанно. Хорошо вратарь в этих моментах нас подвыручил. Ну а потом уже вошло в русло, я скажу, что второй и третий период неплохо сыграли в обороне. Читерон тоже. Единственная у нас проблема – это 5 на 4, но там вылетели ребята основные, ключевые – это Муршик. И поэтому немножко… А самое главное – был характер, и ребята были заряжены на победу. Вот это самое главное. И поэтому все отдавались. Большое ребятам спасибо, они молодцы сегодня. Спасибо вам. Подождите, подождите. Ну я скажу, первый период мы достаточно неплохо играли, но, в общем-то, действительно, наверное, удачно сыграл вратарь соперника. Но в то же время там мимо него практически ни разу и не бросили. В основном ему живот и щитки, и, в общем-то, конечно, так забить сложно. Ну а со второго периода, когда начались удаления, значит, сломалась игра, учитывая предыдущую встречу, в которой мы в третьем периоде имели 8 минут удаления, конечно, не хватило ни силенок, ни психологии, ни концентрации тем более. Поэтому отсюда такой результат. Будем готовиться дальше. Спасибо. Ваш вопрос, пожалуйста. Насколько серьезное повреждение Мошеком? Ну, играть он не смог, доктор сказал, что не может. Сейчас будем посмотреть, и смотрите, что у него действительно. И движок нарезался, он там, по-моему, клюшки бросит кого-то из... Не, ну это просто эмоции, никого он не бросал, он просто вышел. По его мнению, он сказал, что он ничего не делал, можно посмотреть видео, надо сначала спокойно разобраться. Ну, подождите, это уже не было. Тогда продолжение по травмам, спруксу, в каком состоянии? Не знаю пока, не смог играть после столкновения. Еще есть вопросы? Ваш вопрос. Ну, установка во время тайм-аута, то есть показалось, что вы играли на последние минуты, на удержание счета уже... Менять просто, это пятерочка у нас перебрала, и я знаю, что Жень Куротков, он тоже после болезни тяжело. Был проброс, мы менять не имели права, поэтому нужно было взять ребятам тайм-аут, чтобы передохнули. Вот с этой цели взял тайм-аут. Да, Сергей, пожалуйста. Петр Ильич, а в понедельник финские галкиперы Новокузнецкого металлога 60 минут на ноль, и сегодня Финн 65 минут на ноль. Совпадение ли вы не смогли против двух финнов найти противоядие галкипера? Против финнов? Не знаю, я думаю, что совпадение, но дело не в этом. Дело в том, что мастерства не хватает. Его просто так, откуда ты не возьмешь, его надо тренировать, причем тренировать. И не только анализируй, но и... Мы пытаемся что-то сделать, но сам принцип, много бросков и мимо, и так же вот броски, когда во вратаря, это там близко было несколько раз, нужно просто мимо было попасть, когда в живот все время бросаешь, то, конечно, результат не добьешься. Можно продолжать тогда, согласны с тем, что команде действительно, может быть, один-два забивных таких форвардов нужны с нами? Конечно нужны, это очевидно совершенно. Потому что, 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 расчет на что уж. Петрович, Кручинин не играет, по какой причине травма в состав не проходит? Не проходит в состав. Саня, что у вас есть? У гостей есть вопросы у нас? Нет? Нет. Закончились. Ну, всем всего доброго, счастливых выходных, а в воскресенье вновь на хоккей. До свидания, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok